Всем привет! Сегодня расскажу вам о том, что такое Countdown Launch и как мы его можем использовать вместе с многопоточными приложениями. Смотрите, есть у нас такой класс Countdown Launch. Что это такое, зачем это используется? Это используется, представьте, у вас есть несколько потоков и вы хотите, чтобы они все выполнили какую-то работу или же только посчитали какие-то данные, к примеру, записали их куда-то или что-то с этим сделали, или же потом вы хотите использовать эти данные. Соответственно, мы в таком приложении можем использовать Countdown Launch. При его создании мы должны записать, сколько конкретно... Ну, у него есть как бы два метода, это Await и Countdown. Каждый раз, когда вызывается Countdown, ну, у нас будет... Смотрите, мы в конструкторе указываем число, сколько потоков у нас должно, скажем так, завершиться или сколько раз у нас должен вызваться Countdown. Теперь в каждом... Ну, то есть мы туда записываем какое-то число 3, 5, 10. Вот мы записали 3. Теперь мы хотим выполнить какие-то работы и после каждой работы мы хотим уменьшать это число на единицу. То есть каждый раз, когда мы будем уменьшать на единицу, мы будем вызывать Countdown. То есть у нас будет увеличиваться... Будет 2, потом 1, потом 0. Также у нас есть у Countdown метод Await. Этот метод Await будет ждать до тех пор, пока у нас счетчик не достигнет нуля. То есть, грубо говоря, Countdown Launch – это некий счетчик, в который мы записываем число N, потом каждый раз уменьшаем на 0, и поток, который ждет, когда это все закончится, как только у нас Countdown будет равен 0, он у нас запустится. Давайте я вам продемонстрирую, чтобы было понятнее, это на примере. Смотрите, скажем так, у нас есть какой-то класс Work, который будет у нас выполнять какую-то работу. Естественно, это у нас будет поток. Естественно, у него будет свой Countdown Launch. Ой, да, как-то так. Естественно, он у нас будет инструментить Run. Он будет у нас, скажем, досыпать на... Ну, пускай на 3 секунды. Потом он будет говорить о том, что он закончил свою работу. Done Work, Done Job, скажем. И говорить о том, что Countdown Launch мы закончили, да? Вот. Теперь все, что нам... Ну, давайте еще так, для наглядности мы сделаем. Вот так вот. Constructors, Thread, Countdown Launch. И сюда еще мы сделаем Start. Запустим она. Теперь, собственно, что мы делаем. Мы создаем New Work. Countdown Launch туда передаем. И так 3 раза. То есть мы запускаем 3 потока. Эти 3 потока чего-то там делают, считая какие-то с 5-3 секунды, к примеру, или чего-то там делают. После своего окончания, когда Work Done, они уменьшают счетчик на единицу. И когда он будет готов, наш текущий поток, который, скажем, Countdown Await, он у нас будет здесь ждать. То есть вот этот вот наш самый главный поток, он будет ждать завершения всех трех предыдущих потоков, которые были созданы. Ну, точнее, на самом деле, он просто будет ждать, когда у нас счетчик дойдет до нуля. И когда счетчик доходит до нуля, мы можем здесь написать All Jobs Done. То есть все работы завершены. Смотрите, давайте запустим это все дело. Запустили. То есть у нас 3 секунды выполнялись какие-то работы. Потом они завершились, и все 3 ушли в Done. После этого у нас, естественно, Countdown 3 раза был уменьшен на единицу. То есть было 2, 1 и 0. И только когда он закончился, только в этот самый последний момент, у нас вывелось All Jobs Done. То есть у нас вот здесь вот в 15-й строчке мы ушли в сон. Мы заснули и сказали, ребята, как закончите работу, позвоните. То есть все 3 потока закончили работу. Мы вернулись сюда в 15-ю строчку. И мы вывели All Jobs Done. То есть вот так вот работает наш Countdown Launch. Это очень полезный счетчик, с помощью которого мы можем ждать, когда завершится определенное количество потоков, когда они выполняют свою работу. И потом уже делать что-то там свое. Это то, что я вам хотел рассказать на сегодняшнем уроке. На сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки.